всем привет в общем я сегодня готовлю вот такой лаваш намазала его вот нашим майонезом ежика потом еще добавила вот такой кетчуп хайнс итальянский он прикольный с травками в общем что у меня тут морковочка по-корейски и я обжарила куриную грудку с чесночком сейчас мы это все завернем и приготовим на гриле лавашек вот я ее пожарила на гриль сковороде и вот такая вот шаурмичка у меня получилось сейчас будем кушать ну что приступим в общем проснулась сходила в туалет сделала шаурму и офигела вот такая у меня шаурма а про туалет я конечно шучу посмотрелся не видосик нашей звезды ютуба судаковой и она в общем там стоит у окна и говорит проснулась пошла в туалет встала у окна и замерла короче у меня жизнь такая же сейчас как у инны как у инны жизнь в каменске сижу дома целыми днями них хрена ничего не делаю шатаюсь по окнам на улице у нас вообще капец у нас был парь минус 25 за окном опять время уже конечно обед время уже ребята 15 минут второго я только встала с постели кушать вообще не хотелось утром завтракать в общем вот сделала такую шаурмень себе ну и решила позавтракать с вами сварила кофеечек как всегда турецкий постараюсь ложкой не брякать и позавтракаю с вами ну и надо идти в киоск все-таки не охота но надо у меня там такая дубарина пол очень холодный все нафиг промерзла сидеть в киоске общения охота работаю через интернет сейчас я вкушу кусочек в общем принимала с утра заявочки нашли на выходные на следующую неделю то у меня заявки работаю через интернет потихоньку помаленьку как-то так шаурма получилось хрустящая вкусно ну как в магазине а бы не сказала вот но ничем не отличается от магазинской очень вкусно лепешка очень хорошая я покупала монетки не такими круглыми лепешками маленькие такие блинчиками продаются прям целая целый пласт продавался я его разделила на 2 на 2 части в общем вчера вечером одну сделала шаурму и сегодня решила доделать пока лепешка не высохла у нас эти лепешки вообще разбирают махом поэтому я что-то соскучилась по ушурме и решила сделать конечно я очень редко ем такие вещи конечно они не полезны надо бы как-то худеть но нифига не худеется хотя я ничего в принципе такого многого не ем булки вообще стараюсь не есть конфеты тоже не ем ну вот что-то захотелось вот так вот она в разрезе получилось майонезико положила я немного и получилось суховасто но все равно вкусно сидеть конечно дома хорошо но надо работать сейчас у нас морозы закончатся и начнется веселое время начнутся праздники день валентина и т.д. и т.п. вот такой у меня сегодня завтрак т.д. обед что-то как мутно опять показывает телефон что вам рассказать даже вот не знаю смотрела ролики есть youtube канал называется похождения артурия мужчина в полном рассвете сил мужчина легкого поведения так скажем ну мне интересно его смотреть с юмором конечно я там смотрю сначала он жил в таиланде до коронавируса в общем весело проводил время вдруг у него англичанин но и в паттайе они развлекались в общем вели вели разгульный образ жизни ну и в его роликах он показывает настоящую жизнь как как местные живут какие у них лачуги что они готовят в общем показывает все изнутри все все житье бытие людей как они живут а не то что мы видим когда приезжаем отдыхать то что вот мы видим потом он поехал на зандибар на зандибаре он тоже зажигал снимал африканок ну я смотрела мельком ролики так вот тоже показал быт африканской африканской деревне блин не понимаю девочки как вы идите и разговариваете у меня вот застревает все во рту я не могу есть и говорить не в обиду сказано но я реально у меня так тяжело получается кушать и говорить так вот а сейчас он полетел опять зандибара в таиланд говорит что собрал очень много документов для того чтобы полететь в таиланд там очень строго сейчас у них после нового года началась вторая волна коронавируса и причем началась очень такой ощутимый подъем заболевания у них сейчас там и они очень серьезно к этому относятся в общем собрал он все документы показал свой перелет полет в самолете я была в шоке когда увидела что он летит в полупустом самолете не как мы раньше летали как кильки в бочке набитые а тут человек может я не знаю может 30 может в самолете всего было я не вру это реально он мне он прям показал салон самолета и он полупустой то есть самолете можно реально выспаться развлечься на три кресла и выспаться вот и в общем по прилету в бангкок в аэропорт он показывает что в аэропорту расставлены стулья на расстоянии полтора метра каждый садится на этот стульчик с документами и их в общем там проверяют подходят видимо и проверяют все тайцы одеты в эти скафандры я вообще не представляю сейчас там такая жара и как они ходят в этих скафандрах это тихий ужас вообще пипец полный так вот привезли в общем его в отель в Паттайе где-то рядышком с этой знаменитой шестой стойкой ну кто в теме про Паттаю те знают что такое шестая стойка и поселили в отель отель реально как тюрьма и в этом отеле ему надо высидеть карантин две недели то есть питание и еду ему приносят в номер из номера выходить нельзя ну короче он сейчас мечется как тигр в клетке хотел говорит вечерочком втихаря срулить сбежать но показал что натыканы везде видеокамеры через каждые пять метров висят камеры и в общем он не рискнул рисковать что-то от автологии не рискнул рисковать не решился рискнуть скажем так в общем я смотрю за продолжением его сериала что будет дальше как он как он все этот карантин перенесет но он уже подсмотрел себе соседку там соседка молодая девушка на тайку по моему похоже в общем он уже ее караулит глаз на нее положил короче прикольно это смотреть смотришь как какой-то сериал ну а я доедаю лаваш уже не лезет в общем так я развлекаюсь дома сейчас с вами позавтракала пообедала спасибо всем кто зашел зашел на мой канал кто-то смотрел это видео до конца всем передаю привет всем передаю привет подписывайтесь на мой канал всем пока 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 пока